Ягринская звездочка в ожидании новых заказов. Она и Дальневосточный завод «Звезда» примут участие в модернизации 10 АПЛ. Речь идет о подлодках проектов 971 и 949. Об этом сообщил главком ВМФ Виктор Черков. О других событиях недели в рубрике «Коротко». Железнодорожный переезд на проспекте Морской с этой недели закрыт на капитальный ремонт. Теперь добираться в квартал приходится в объезд. Изменилось движение общественного транспорта автобусов маршрутов номер 7, 18 и 15. У автомобилистов два пути по мосту на проспекте Труда и через улицу Окружную. У нас теперь один заезд в квартал. Конечно, неудобно. Там такая пробка. На работу приходится на час раньше выезжать. Очень тяжело. Вы уже ощутили, да, на себе пробку? Да, сегодня ощутила. Еще авария произошла там. Вообще километровая. В администрации города пообещали отремонтировать и открыть для движения переезд ко дню города 24 июля. Приближается еще один праздник – День молодежи. Северодвинск его отметит трезво. Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена. 27 июня продавать горячительное населению в нашем городе будут лишь в течение трех часов – с 10 утра до часу дня. Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели должны проинформировать покупателей об этом в наглядной и доступной форме. С новыми обоями, окнами и дверями будут жить 9 ветеранов. Отремонтировать их квартиры должны до конца июня. На это выделено около 320 тысяч рублей. За три дня в квартире Авенира Александровича Федешова поклеили обои. Осталось покрасить двери, радиаторы и наличники. Там тогда, потому что сегодня все убрал, в их обязанности уходит убрать всю эту грязь, подмыть. Он все один тут сделал, старательный такой мужчина молодой. Еще восемь квартир отремонтируют до 30 июня. Объем работ зависит от пожеланий самих ветеранов. С 2009 года на средства местного бюджета отремонтировано 86 квартир. В сентябре проведут еще один аукцион. Запланированы средства на косметический ремонт еще пяти ветеранских квартир.